Всем привет! Я Тихонов Максим, персональный тренер Голдфитнес Золотая Миля. Сегодня я расскажу вам о спортивном питании. Расскажу, для чего оно нам нужно, каким людям оно подойдет, и также, какие бывают плюсы и минусы при его использовании. Попросту говоря, спортивное питание – это пищевая добавка, разработанная специально для людей, ведущих активный образ жизни. Видов в спортивном питании очень много. Это бывают и протеины, и гейнеры, и аминокислоты, и жиросжигатели. В общем, набор очень большой. Здесь я представил наиболее популярные виды спортивного питания. Так, давайте начнем мы, пожалуй, с протеина. Протеин – это белковая смесь. Называется она протеин, потому что там преимущественно находится один белок, минимум углеводов. Помогает он нам для набора мышечной массы. Это самая популярная спортивная добавка. После нее в следующей популярности идет у нас гейнер. Гейнер будет отличаться от протеина тем, что там еще есть быстро усвояемые углеводы, которые помогают набрать мышечную массу таким людям, как эктоморфы, ну, либо, попросту говоря, худощавым людям. Либо новичкам, которые еще не имеют мышечной массы. Также у нас здесь есть элькарнитин. Элькарнитин, многие его относят к жиросжигателям, но лично я бы отнес его больше к таким веществам, как липолитики, которые помогают лучшему разложению жировых клеток. Также у нас здесь есть предтренировочный комплекс. Предтренировочный комплекс нам нужен для того, чтобы взбодрить нашу центральную нервную систему, поднять общий тонус организма, то есть, так сказать, настроиться на тренировку. Также здесь я не выставил, но можно рассказать про аминокислоты. Это тоже очень важная спортивная добавка. Бывают как аминокислотные комплексы, также бывают и какие аминокислоты, как БЦА. Это комплексы из трех незаменимых кислот. Они нам нужны для устранения такого послетренировочного эффекта, как катаболизм. Полностью они его не устранят, но, скажем так, снимут достаточно больше его эффект. Также следует отметить, что к спортивному питанию можно отнести и витамины, и минеральные комплексы. Их я советую пить, даже вне зависимости от того, ведете вы спортивный образ жизни или нет, так как витамины и минералы нам всем нужны. Так, ну и перейдем, наверное, к такой волнующей теме, как плюсы и минусы спортивного питания. Главным, наверное, плюсом я подчеркнул бы то, что спортивное питание позволяет нам получить необходимые для нас вещества, компоненты в именно нужном соотношении, в нужной дозировке, без лишних каких-то побочных эффектов. К минусам спортивного питания я бы мог отнести только возможные аллергические реакции на некоторые из компонентов, стоимость, так как некоторое спортивное питание, если оно достаточно качественное, то оно по цене будет достаточно дорогим. И, скорее всего, это единственные два минуса, которые могут, скажем так, как-то сказаться на мнении, брать или не брать. И теперь перейдем к следующему вопросу, это какое спортивное питание брать для набора мышечной массы. То есть я рекомендую больше всего это протеин, он подойдет абсолютно всем. Генер я рекомендую людям, которые худощавого телосложения, то есть у которых быстрый обмен веществ. И, в принципе, сюда еще можно отнести креатин, так как он задерживает дополнительную воду в нашем организме. Для людей, которые хотят похудеть, я бы посоветовал L-карнитин, так как он помогает нам разбивать наши жировые клетки, лишние опустошать их. Протеин. Протеин, не стоит удивляться, что я его тоже посоветовал, потому что он нам нужен для сохранения как раз наших мышц. Чтобы большая часть жира уходила, а большая часть мышц у нас оставалась. И также очень хотелось бы посоветовать для похудения это аминокислотные комплексы и витамины минеральные, так как именно вот в период сушки у нас идет недостаток витаминов, минералов, различных аминокислот, что негативно скажется на нашем организме. В принципе, все необходимые для тренировки и после тренировки спортивные добавки можно приобрести в барах наших клубов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Буду рад увидеть ваши комментарии под видео. Всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!